Компьютерная ЕГЭ по информатике, задание номер 11. Допустим, в некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется из заглавных букв. Всего используются 12 букв и десятичных цифр в любом порядке. Слово «в любом порядке» фраза относится к цифрам и буквам, а не цифры «в любом порядке». Имеется в виду следующее, что они идут вперемешку. То есть мы можем их записывать вот буква, 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 цифра, буква, цифра. Абсолютно по-любому. Или тут все буквы, или все цифры. То есть такая странная страна, где вот такие автомобильные номера. На самом деле, в принципе, можно представить себе, что там буква, три цифры, две буквы, но мы кодировать их хотим в единовой кодовой таблице. Это самое принципиальное, что кодовая таблица одна. Вообще, задание про кодирование уже не первое, которое мы разбираем. Если посмотреть раньше ролик номер 4, по-моему, 7, там уже мы касались разных вопросов, в частности, формулы Хартли, формулы Шеннона. В данном случае, вот эта магическая фраза, еще одна, что каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, вот эта фраза является указанием формулы Хартли, что нам достаточно равномерное кодирование, да, и оценить это методом 2 в степени количества бит равно мощности алфавита. Но мощность алфавита здесь не 12, а 22, да, вот мощность равна 22 символа, потому что 12, собственно, допустимых букв, причем только заглавных, то есть нет удвоения 12, плюс 10 различных десятичных цифр. Так, получается, что 2 в степени количества бит на символ должно равняться m, но оно не равняется, нет такого целого числа, а нам нужно реально целое число бит, мы не можем дробное число бит хранить в памяти компьютера. Короче, мне нужно сделать так, чтобы это было больше либо равно m, ну, а какая степень здесь подходит? Очевидно, 5, 4 еще не подойдет, будет 16, 16 недостаточно, а 5 бит, 2 в 5 будет уже достаточно. Значит, мы видим, что необходимо 5 бит на символ. Да, 5 бит на символ необходимо. При этом количество кодируемых символов равно 6 штук. Значит, получается 5 плюс 5 плюс 5 и так далее. Соответственно, 5 умноженное на 6, собственно, символов в номере. Очень важно отличать длину вот этого номера автомобиля, или пароля, или еще чего-то там, от количества символов в алфавите. То есть вот это именно кардинальное число множества алфавит, мощность алфавита. А здесь это просто количество в итоге. Умножаем 5 бит на 6 символов. Получается 30 бит на 1 автомобильный номер. Но вторая, вот здесь магическая фраза, каждый номер кодируется одинаковым и минимально возможным целым количеством байт. Она про другое. Дело в том, что не всегда коды упаковываются в байты ровно. Есть разные варианты поступать. Байт это у меня скопище из 8 бит всего лишь. И вот пошли вот эти вот байты, как вагоны буквально. Я могу себе представить, что это как некие вагончики такие. Каждый вагончик имеет свой номер в памяти, адрес. И я их, вот они друг за дружкой следуют. Есть последовательность. Если бы я грузил сюда танки, извините, или слонов, то действительно был бы вопрос. Вот у меня поместился, не знаю, один танк, а тут еще у меня 2 метра из 8 метров свободных. Могу ли я вот сюда второй танк поставить? Ну нет, так нельзя. Вагоны поворачивают и так далее. Но это нельзя. В результате это пустое место, остается пустым, и мы цепляем следующий танк, ну, кладем его просто на следующий вагон. Вот такая история. Но с информацией мы так поступать можем. Это танк мы не можем распилить на кусочки и положить половинку сюда, а кусок сюда. Так нельзя. А с информацией, пожалуйста. И вот у меня 8-битные байты, и я 3 бита могу положить сюда, а еще 2 бита. Ну, собственно, у меня немножко размеры так не совпали. Да, вот 3 бита, то есть 5, здесь 3 плюс 2, но у меня здесь осталось 6, соответственно, я кладу следующий, и еще 1 бит останется. Я не оставлю его валяться. Да, пожалуйста, вот еще 1 бит отсюда, да. Значит, у меня осталось 4 бита торчать сюда, да, соответственно, плюс 4. Так, это сколько уже было? Раз, два, три, четыре. Мне еще нужно положить 2, да. Так, отлично. У меня осталось 4. Значит, здесь у меня 4, да, здесь остается еще 1 торчать, да. Здесь у меня, что получается? Здесь остается 8 бит, но мне осталось только один символ сюда запихнуть, 5-битовый, значит, я в результате, да, 2 бита останутся простаивать. Ну, уж тут никуда не дену, да. На самом деле, конечно, это можно вычислить намного быстрее, можно просто 30 поделить на 8 с отбрасыванием остатка, но вот этот остаток тоже будет просто прибавить в единичку частного дополнительно. Ну, ладно, сейчас покажу. 38-ых, это 24 у нас получается, частное 3, остаток 6. Вот он, этот остаток 6, да, вот он, 1 плюс 5. Понятно? Ну, если большие числа, проще все равно сделать так. Мы берем это частное и говорим, ну, вот этот остаток, если он не нулевой, на него придется на эти 6 бит, 3 байта и еще 6 бит, ну, нам нужно целое число байт, соответственно, мы делаем плюс 1, соответственно, байт, получается 4 байта на 1 автомобильный номер. Ну, и в результате остается только что сказать, да. Ой, в байтах 32, 4х32, так, что на 64, 128. Чаще эта задачка не про автомобильные номера. Например, при регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается пароль, состоящий из 15 символов, содержащий только символы 12 символов набора. Реально это не важно. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. Ну, опять, сейчас будут вагончики. При этом используют посимвольное кодирование паролей и все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Опять, формула Харки. Посимвольное кодирование паролей. Кроме, собственно, пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения. Вот оно, важное отличие задачки. Для чего выделено целое число байт. Смотрите, нам сказали, что всего целое число байт. На допс-свидение целое число байт. Вопрос, а под пароль, что дробное число байт? Целое минус целое. Значит, под пароль остается тоже целое число байт. То есть, реально, мы будем делать то же самое, что было только что с автомобильным номером. Будем округлять количество бит вверх до числа кратного 8. Не степени двойки, а именно, который является кратным 8. Это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? Слушайте, ну, мы будем за компьютерами сидеть. Вы будете за компьютерами сидеть. У вас будет Python. Даже если вам заблокируют калькулятор, но Python у вас не отберут. Открываем интерпретатор, idle. Просто в пуске находим, открываем idle. И дальше пользуемся им как калькулятором. Прям пишем сюда, вот, в интерпретатор. Что мне нужно посчитать? В первую очередь, давайте прикинем, что там 400 байт на 20 пользователей. А сколько на одного? Очевидно. Я, тем не менее, разделю это вручную. На 20. 20. Очевидно. Итак, 20 байт на одного пользователя. Значит, мне нужно узнать, сколько байт для доп.сведений. Значит, мне нужно узнать, сколько байт потребовалось на пароль. Пароль 15 символов, 12 символный набор. Поехали. 12 символный набор. Ну, я, в принципе, теоретически могу взять и import math, да, и из модуля math взять прям логарифм. Логарифм по основанию, соответственно, ну, вначале мы пишем от чего, от 12 по основанию 2. Ну, уж если выпендриваться, так я могу, опять же, при помощи модуля math вот это число и округлить вверх. Math.seal, потолок. Эта функция сил округляет вверх, потому что есть разные способы округления. Вот они, 4 бита, да, по формуле Hartley в чистом виде. 4 бита необходимо для одного символа из набора 12 штук, да. Теперь 15 нужно умножить на 4 бит. У меня получилось 60 бит. 60 бит. Ближайшее, опять, давайте 60 делим на 8. На самом деле, вот это та ситуация, когда можно было бы не с надбрасыванием остатка делить, а именно вот то же самое разделить на 8. 7,5 байт. Естественно, округлять нужно в большую сторону. Мы это сделаем опять в Math.seal. Ну, автоматизируем. Хотя автоматизация на частных ситуациях не нужна никому. Короче, товарищи, 8 байт уходит на пароль. Учитывая, что у меня 20 байт на одного пользователя всего, 8 байт на пароль, значит, сколько остается на одного пользователя? 12 на допсвиде. 12 байт. Следующая задачка. Спасибо Константину Юрьевичу за хорошую подборку задачек. Я рекомендую пользоваться не какими-то печатными сборниками, а просто на сайте Каполяков СПБРУ брать задачки и нарешивать. В школьной базе данных хранятся записи, содержащие информацию об учениках. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Обратите внимание на вот эти странные фразы. Первая прописная, остальные строчные. Первая прописная, остальные строчные. Первая прописная, остальные строчные. Для чего? Ответ. Значит, информацию о регистре можно не хранить. Будем честны, на самом деле, это не так. Бывают фамилии. Ну, в реальной жизни. Ну, нам так вот тут декларировали, поэтому мы следуем за задачей. Но реально бывают фамилии. Кутузов. Как его звали-то? Вторая часть фамилии Кутузова. А, забыл. Не знаю. Потемкин Боровой. Не знаю. Семенцов Игеевский. И так далее. Ну, короче, бывают двойные фамилии. Вторая через дефис, да еще и большие буквы. Но, здесь очень простая ситуация. Только русские буквы, да, причем удвоение 16, ой, прошу прощения, удвоение количества русских букв в русском алфавите не требуется. Дополнительно, про мощность алфавита информации сверху, в конце буквы Е и Ё считаются совпадающими. Вообще, я считаю, что диакритика, две точки над буквой Ё, это диакритический знак. Очень, ну, скажем так, у нас это выделено в отдельную букву, прямо-таки, да. Я считаю, что это очень важно. Все-таки. Мед, это университет, например, да, медицинский. А мед, это то, что любит Винни-Пух. Вообще, не только в детских книжках желательно использовать букву Ё. Будете учиться слепой печати, обязательно вы учитесь и букву Ё тоже печатать. Вот, ладно. Тем не менее, без Ё русских букв 32 штуки. Значит, это ровно степень двойки, пятая степень двойки. Значит, 5 бит на символ. То есть, у нас вот здесь 16 умножить на 5, плюс 12 умножить на 5, плюс 16 умножить на 5. Вот здесь самая интересная история. Самая интересная история. Потому что мне не надо хранить вот это все число. Мне достаточно хранить смещение от 92 года. Причем 92 до 2003 включительно. 2003 минус 1992. Ну, или можно 103 минус 92 сделать. Да? 103 минус 90 будет 13. Минус 2 получается у нас 11. Ну, реально 12 состояний, потому что, как бы, еще нулевое смещение тоже считать. Короче, 12 вариантов годов рождения. Ну, год рождения, извините, придется кодировать отдельно. Их 12, это меньше, чем 16, на 4 бита. На 2 в 4, 16. 4 бита на год рождения потребуется. Ну, а здесь, соответственно, все это просуммировать. Да? Ну, и все. Нам никто не говорит ничего про байты вообще. Ну, это такая редкая, в каком-то смысле простенькая задачка, тем не менее. Давайте питончик откроем, посчитаем. Значит, я в скобки возьму. 16 плюс 12 плюс 16. На каждый русский символ потребуется по 5 бит. Да? Плюс, ну, дополнительно, я уже посчитал, поэтому просто добавлю дополнительно эти 4 бита на год рождения. 224. Если я прочитал условия задачки правильно, то я должен получить правильно. Нет? Байт. Значит, мне нужно было таки разделить, я не заметил этого дела, да? Разделить, ну, слушайте, я отдельно разделю 224 на 8. 28 ровно, вот они 28 в ответе. Отсюда вы вот даже в простых задачках не забывайте читать, да, читать условия внимательно. Дважды. Один раз перед тем, как решаете задачу, второй раз после того, как вы решили задачу и решили записывать ответ. Давайте к следующей задачке. Итак, задачка Евгения Джобса. При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя заводится учетная запись. В учетной записи 3 поля. Номер пользователя, число от 1 до 10 тысяч, фио, строка длиной 80 символов из строчных и заглавных букв русского алфавита, пробелов и дефисов и пароль длиной 20 символов. В качестве символов в пароле могут быть 26 строчных латинских букв и спецсимволы из набора. Пароль и фио кодируются отдельно. Отдельно. Это важное дополнение, потому что у нас две кодовые таблицы возникают. Мы кодируем отдельно, непосредственно, да, вот эти фио, отдельно номера, кстати, да, номер пользователя, и отдельно пароль. Но упихиваем мы это дело все вместе. Нет? Нет, я не прав. Каждое поле отдельно представлено минимально возможным целым количеством байт. Ну, значит, прекрасно. На самом деле, так обычно делать все-таки. Вот упихивание, оно не очень часто пользуется. Ну, когда ASCII 7-битные, кодируют в 8-байтные память оперативную, то, ну, просто оставляют один бит пустым, и все. Зачем? Ладно, сколько байтов понадобится для хранения информации о 25 пользователях? Это в конце домножить на 25, не забыл. Давайте аккуратненько считать. Ну, опять откроем китончик. Итак, значит, что мне необходимо? В первую очередь, номер пользователя 10 тысяч. Ну, это самое простое, потому что мне достаточно просто, ну, по сути, посмотреть, что там у нас с 10 тысячами, да, по основанию 2. Это что? А, ну, это 14, ну, сразу, я не буду сил пользоваться, 14 бит необходимо будет туда. Ок. Давайте я заведу какую-нибудь переменную, там, x, и буду туда накладывать суммарное количество бит, суммировать их туда. Так, значит, теперь дальше. У меня 80 символов строчных из-за главных букв русского алфавита пробелов и дефисов. Внимание. В русском алфавите и так 32-33 символа, да, но дополнение, хотя бы пробел и дефис, все, мы 100%, даже если было 32, мы выходим в 34 или 35, если ее считать отдельной буквой, поэтому это уже не важно, мы уже не помещаемся. Учитывая, что еще и различаются строчные и заглавные, то они кодируются отдельно. Значит, у нас уже получается не 64, да, даже если 32 буковки, плюс еще 2, 66, ну, в любом случае, а если с ее, то 68, в любом случае, еще раз говорю, мы уже не помещаемся в 2 в 6, 64, уже не помещаемся, значит, нам потребуется 7 бит, все, 128 комбинаций состояния этих 7 бит, да, получается, что у нас 7 бит на 1 символ, 80 символов у нас в наборе, ох ты ж, елки-палки, я чуть сейчас не погрешил, у меня 14 бит, 14 бит на число, но это же реально это 2 байки было, то есть, мне отдельно надо, считать количество байт, да, это будет, извините, 14 пополам с округлением вверх, понимаете, то есть, вот это важный момент, да, что это, 14 пополам, это понятно, да, мне требуется, ну, что я делал пополам, на 8, на 8, я же по 8 бит упаку, 14 бит, по 8 бит, это, если вверх поднять, на 2 байта, да, ладно, ну, я на самом деле ручками могу это делать, next, еще раз, у меня по 7 бит идет на 1, вот русский символ с пробелом дефиса, умножить на 80, 560, 560 надо разделить на 8 бит в байте, 70 байт ровно, 70 байт ровно, значит, у меня, так, я бы не создавал, не создавал, но там было 2 байта на число, плюс 70 уже байт, осталось пароль посчитать, 26 строчных латинских букв, и спецсимволы набора, считаем, сколько их тут штук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 плюс 7, что это такое? А, 33, видите, мы махнули, и получилось уже, опять, мы вышли за пределы 32, значит, сорян, 4 бит, ой, прошу прощения, 5 бит не хватит, для 33 это будет уже 2 в степени 6, 6 бит, короче говоря, 6 бит необходимо, 6 бит на 1 символ пароля, надо умножить на 26 штук, собственно, этих символов, 156, и это дело надо разделить на 8 бит, округляем до, чего, 20, да, 20 байт получается, у меня там, B уже было 72, плюс еще 20 байт, да, лучше давайте плюс равно сделаем, короче, 92 байта у меня получилось на 1 пользователя, и осталось только что, перемножить на 25 пользователей, получилось 2300, я где-то навалял, ну, давайте еще раз посмотрим, 3 поля, 3 поля, номер пользователя, каждое поле, минимально возможным целым количеством бай, 80 символов, строчных и заглавных, пробелов и дефисов, пароль 20 символов, пароль 20 символов, вот где я навалял, давайте вернемся к расчетам, где-то у меня было, вот это вот, это было еще верно, ну, или давайте, ладно, пересчитаем еще раз, у меня 2 байта от числа, теперь 80 умножить на 7, на самом деле, PEP8 позволяет, стандарт оформления кода, позволяет группировать слагаемые, с разными приоритетами, поэтому я этим воспользуюсь, плюс 20 умножить, на 5 не хватает, 6 бит, я забыл, там надо делить на 8, округлять вверх, 87 умножить на 7, надо, опять же, округлим вверх, вот это дело разделенное на 8, мне же надо округлять каждого отдельно, да, делить на 8, округлять вверх, 20 умножить на 6 бит, на 1 символ пароля, разделить на 8, да, и вот это вот итоговое число, соответственно, мне необходимо, домножить на 25 пользователей, короче, надо осторожно относиться к задачкам, да, даже к очень простеньким, потому что можно обсчитаться, банально, но последняя задачка наша, ДНК, пропустили через секвенатор, это необходимо для декодирования, собственно, ее прочтение, формирует текстовый файл, содержащий только буквы ATGC, да, в кодировке ASCII, где каждый символ закодирован с помощью одного байта, программист решил кодировать каждый символ с помощью минимально возможного и одинакового для всех букв количество бит, это как? На 4 буковки достаточно 2 бит, значит, у нас из 8 бит на один символ сокращение будет в 4 раза, да, какой объем памяти в к байтах сэкономит программист, если переконвертирует исходный файл, содержащий 120 тысяч символов, ох, надо осторожно, значит, 120 тысяч символов, можно просто посчитать, на самом деле можно сказать, так, подожди, он экономит по 6 бит на каждом символе, ну, 8 было, 2 стало, по 6 экономит, да, соответственно, я могу просто количество символов умножить на вот эту скидку, на экономию, питоне, начиная с какой-то версии, стало можно использовать подчеркивание прямо в числах, как некий разделитель удобный, ну, вот я так разделю, так, а что я хочу умножить на 6 бит, которые экономятся, вот такое количество, это дело я должен в первую очередь поделить на 8, ну, ну, естественно, делится на целое на 8, да, а теперь вот это вот надо выразить в битах, вот эти к биты, как я уже ругался, это не стандартное обозначение, к байты, прошу прощения, к байты, на самом деле, это киби байты, должны писаться к большое и маленькое б большое, ки б, вот, но смысл следующий, что надо разделить на 1024, ой, не целое, целую часть, да, 87, а что было бы, если бы я поделил на килобайты, я бы получил другое число, поэтому будьте осторожны, когда вы видите в ЕГЭ, вот этот к байт с большой буквы, на кельвин байты, я шучу, но чисто по си, надо читать как кельвин байты, короче, нет такой приставки к большое, но она используется, короче, 87 здесь получается ответ, и моя рекомендация, использовать питон в качестве калькулятора, для этих подсчетов, и быть очень осторожным с этими задачками, потому что, очень жалко, один первичный балл стоит довольно много, спасибо, готовьтесь к ЕГЭ, хорошо вам задать и поступить в ВУЗ, в ВУЗ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!